Сегодня у нас ханука, тоже хороший праздник, и сегодня мы зажигаем с вами вторую ханукальную свечу, знаете, да, что их всего восемь, и мы сейчас ее зажжем в прямом эфире, как говорится, и после этого продолжим нашу проповедь. Благодарю. Я сейчас благословлю эти свечи, так как я умею их благословлять, потому что раньше я благословлял неправильно. Знаете, что в еврейской традиции благословлять нужно так, что как будто бы Бог заповедовал нам эти свечи зажигать, но Бог не заповедовал нам вообще свечи зажигать, потому что когда события хануки происходили, свечей вообще не было. Еще. Поэтому мы просто провозглашаем свет в этом мире, да, и зажигаем мы эти свечи, вы знаете, не от спички, поем песню такую, которая называется, звучит вернее, как. Так, эти свечи являются святыми, использовать их никак нельзя, это, наверное, святые китайские свечи. Они как-то у нас на еврейский праздник плохо горят, но ничего, все будет хорошо. Да? Да, однозначно. Вот, и зажигают его от такой свечки, которая называется шамаш. Знаете, да? Шамаш – это свеча, которая используется. Слово от слова шимуш или шамеш. И вот от этой свечи зажигаются все остальные свечи, поэтому, когда зажигают ханукию, сначала зажигают шамаш, а потом от нее зажигают как бы справа налево. Ну, от вас справа, от меня слева, да, справа налево, не знаю, почему так повелось, ну, наверное, потому что на иврите пишут справа налево, не знаю. И когда зажигают эти свечи, принято благословлять эти свечи, этот огонь, мы это благословение сейчас произнесем, я его произнесу на иврите, потом постараюсь перевести его на русский. Благословен ты, Господь, Отец Вселенной, Творец Вселенной, Который осветил нас Иисусом Мессией и заповедал быть светом всему миру. Амин. Поздравляю вас всех с праздником хануки. Сейчас мы шамаш поставим обратно. Да. Вот, это хороший праздник. Вы знаете даже, что евреи настолько любят этот праздник, что даже праздником его не называют. Как они его называют, знаете? Знаете? Ханукальное чудо. У нас всегда говорят, у нас есть праздник такой, праздник сякой, а ханука это чудо. Его называют ханук, нес ханука. Если везде говорят там хак-песа, хак-шабот, а это нес ханука. Так вот, сегодня мы с вами обратимся немножечко, всю боковечку книгу, конечно, читать не будем, хотя надо было здесь очень интересное повествование истории, но благодаря тому, что здесь в основном история, в основном переписка письма между царями, поэтому, наверное, она в каноническую библию и не вошла. Ни первая, ни вторая, ни третья, ни четвертая книга Маковейская. Но мы просто пройдемся с вами по некоторым этапам. Я прочитаю только начало, и это очень важно, почему все это происходило, почему вообще ханукальные события произошли. Потом, если захотите, вы можете зайти в любую онлайн-библию, там везде есть неканонические книги, где вы можете найти первую маковейскую книгу и всю ее прочитать. Там изложена вся история хануки, вся история маковеев или макабим, как она есть. И мы вот даже можем знать, где это все происходило. Проходило в городе Мудиин, недалеко от нас. Здесь, знаете, 20 минут езды, половина пути от Иерусалима до Тель-Авива. Там все это происходило, вся эта история. Но давайте посмотрим, с чего началось. Мы помните, что многие помнят, многие еще тогда не родились. Но те, кто помнит, знают, что был такой царь, назвали его Антиох. Помните, да, Антиох. И он нападал на разные империи, которые находились здесь. И в том числе, когда ему понравилось, что он везде во всех этих битвах выигрывает, он решил заодно и на Иудейское царство напасть. То есть захватить Иерусалим. И вот первая маковейская книга, первая глава, с 20 стиха гласит следующее. После поражения Египта Антиох возвратился и в 143 году и пошел против Израиля. И вступил в Иерусалим с сильным ополчением. Вошел во святилище и с надменностью взял золотой жертвенник, светильник и все сосуды его, и трапезу предложения, и возлияники, и чаши, и кадильницы золотые, и завесу, и венцы, и золотое украшение, бывшее снаружи храма, и все обобрал. Взял и серебро, и золото, и драгоценные сосуды, и взял сокрытые сокровища, которые отыскал, и взял все и отправился в землю свою, и совершил убийство, и говорил с великой надменностью. Посему был великий плач в Израиле, во всех местах его стенали начальники и старейшины, и знемогали девы и юноши, и изменилась красота женская. Всякий жених передавался плачу, и сердящие в брачном чертоге были в скорби. «Вострепитала земля заобитающих на ней, и весь дом Якова облегся стыдом». Это то, что происходило, когда Антиох разорил фактически Иерусалимский храм. Интересно, да, вот такое начало, что если мы с вами просто уберем отсюда слово «антиох», уберем отсюда храм, то мы увидим, что на самом деле сейчас происходит практически то же самое. Дьявол собирается уничтожить храм, который есть мы, да, храм Духа Святого, он приносит сюда ту самую мерзость запустения, он старается каким-то образом разрушить все, что Господь понастроил, все, что Господь созидал, он старается это сделать, да, и он ищет, кого бы поглотить, он ищет, кого бы покорить под себя. Мы это все читаем в Библии, мы не будем на этом заострять внимание, все вы знаете. Но смотрите, что происходит, когда дьяволу удается через слабые места в нашем с вами характере. Вот сегодня тоже общался с одной сестрой, сказал, что иногда, ну это не я сказал, Дерек Принц сказал, просто поцитировал, что иногда мы пытаемся выгнать бесов оттуда, где речь идет просто о характере, да, нам иногда нужно просто противостать дьяволу в своем характере, начать каким-то образом изменять свои привычки, модели поведения для того, чтобы не давать место дьяволу. Потому что Иисус сказал, мы об этом всегда говорим, что Царствие Небесное от Иоанна наших дней усилием берется, нужно предлагать усилия для этого. И иногда бывает, что мы приходим и видим в своем собственном храме, в своем теле, в своем доме, в своих делах, мерзость запустения, ничего не осталось. Есть стены, есть разрушения, есть разные какие-то болезни, есть какой-то недостаток, есть неустройство. И мы видим, что дьявол что-то здесь натворил, что-то он вынес отсюда. И мы понимаем иногда, может быть, что мы где-то допустили слабину, ведь дьявол как он приходит? Он же не приходит и говорит, можно я здесь что-нибудь у вас сворую, а вот здесь можно что-нибудь у вас своровать? А вот здесь вот можно поставить свое, или вот это можно у вас забрать? Нет, он приходит и просто вероломно выносит оттуда все, потому что его задача унести все. Давайте с вами разберем вот это место Писания, оно хоть и не каноническое, но все равно это входит в Библию. Что там произошло? Написано ли, что Антиох забрал из храма Божье присутствие? Нет, там написано, что он забрал только все, что было внешним в храме. Если мы с вами будем читать дальше книгу Маковейскую, то мы увидим, что когда священники все-таки отвоевали, это находится, если кому интересно, четвертая, по-моему, глава Маковейской книги или пятая, когда священники отвоевали все у, не помню какая-то глава, ну не суть, у греков, у Антиоха и у его последователей, что они сделали в первую очередь, они наладили там служение, но вся проблема была вот в чем, что Антиох заставил евреев, во-первых, приносить нечистые жертвы, свиней приносили в жертву в храме. Это написано, опять же, в книге Маковейской, что свиней приносили в жертву, поливали вокруг жертвенника нечистой кровью, а вокруг храма невинной кровью, то есть совершались убийства вокруг, просто так. И когда священники отвоевали этот храм, то есть что они увидели, что стены голые, в некоторых местах, как в лесу написано, росли растения, и они увидели жертвы, во-первых, они создали там все, что нужно было создать, зажгли светильник, он горел, 8 дней написано, они праздновали это очищение, но перед этим они взяли жертвенник. Помните, из чего был жертвенник еврейский, чем он отличался от языческого, помните? Самое главное отличие. Еврейский жертвенник был из неотесанных камней, то есть можно было взять просто вот голые камни и сложить из них жертвенник. И языческий жертвенник должен был быть обязательно отесанный и ровный. Так вот, они просто взяли эти камни, смотрите, что они сделали, они перенесли их в другое, написано, приличное место, то есть не в неприличное место перенесли, а в приличное место перенесли эти камни и оставили их там, пока не придут пророки и не скажут, что с ними дальше делать. Но богослужение должно было продолжаться, потому что Божье присутствие нужно было людям, о нем люди скучали, о нем они голодали, и они взяли другие, написано, свежие камни, и создали жертвенник, подобный тому, как описано было в законе, и начали приносить жертвоприношение в храме. Господь, мы знаем, приходит на жертву. Можно было, конечно, долго причитать, что, ой, вот пришли язычники, все осквернили, у нас теперь все плохо, у нас плохой жертвенник, у нас тут мерзость, там запустение. Но они просто начали приносить жертву, потому что это благоухание приятное для Господа. Аминь. Что от нас требуется в этот момент, когда мы видим вот эту мерзость запустения, когда дьявол разрушил нашу жизнь, когда она никуда не годится, она полностью, ну я не знаю, там находится, просто растоптана. Бывают такие случаи в жизни, даже верующих людей. Помните, Писание говорит, что придет дьявол и будет, ну, сыны тьмы там написано, что придут и будут даже соблазнять избранных. То есть он все равно как-то пролезет, он ищет, он тоже как-то уже копия Бога, хоть и некачественная копия, китайская, да, опять же. Но это я шучу так, это не написано в книге Маковейской. Так вот, он точно так же, как и Бог, не спит и не дремлет. Если Бог ищет постоянно верных, да, озирает землю и ищет верных, то дьявол ищет кого поглотить. Он ищет слабые места в каждом человеке, в народах, в странах, в поведении человека и так далее. И когда он приходит и видит это слабое место, он через него проходит внутрь этого храма и создает там иногда мерзость запустения. Мы не успеваем даже оглянуться, вот настолько стремительно происходит этот захват. И вот что делать человеку, который пришел в такое состояние запустения? Все разрушено, ничего нет в жизни, просто ничего. Кажется, что жизнь пошла под откос. Я считаю, что праздник Хануки как раз является, не сам праздник, а именно история Хануки является значимым моментом именно для тех, кто хочет в этом разобраться. И вот смотрите, что произошло. Произошло следующее. Написано, что в то время, в тот самый день, который язычники, это, если кому интересно, 4 глава, 54 стих, в то время, в тот самый день, который язычники осквернили жертвенник, обновлен он с песнями, с цитрами, с гуслями, с кимвалами. И весь народ пал на лицо свое и молились, и высылали благодарение на небо, благопоспешивающему им. Так совершали обновление жертвенника 8 дней, с весельем, принося все сожжения, не вознося жертву спасения и хвалы. И дальше написано, что украсили переднюю часть жертвенника, украсили храм и так далее. Но смотрите, что произошло у людей в тот момент, когда они обновили жертвенник и начали приносить жертву. Во-первых, самое первое, они начали приносить жертву. И это очень важный момент, когда мы, знаете, иногда приходим к Богу и говорим, Бог, знаешь, вот мы хотим остаться таким, каким мы есть, вот с тем, что у нас есть. Только измени в нашей жизни чего-нибудь. Дай нам благодати, дай нам любви, дай нам денег, дай нам машину, дай нам дом, дай нам, не знаю, что еще. Некоторые просят о замужестве, некоторые о женитьбе, некоторые просят о еще детях, некоторые просят о том, чтобы дети были более, там, не знаю, образованные и так далее. По-разному просят, но вопрос всегда, что и где мы принесем Богу в жертву, потому что Бог приходит все-таки на жертву. И когда наша жизнь полностью разрушена, мы видим, что мы, в общем-то, опустились до дна. Опять же, Писание говорит, что в этом, может быть, даже и не мы виноваты, потому что, вы знаете, да, всякое творение ожидает с нетерпением, стеная и мучая совокупно, откровения сынов божьих. Так написано, да? Вы не кивайте головой, вы в Библию заглядывайте, это в Коринфе написано, что, но, но покорились они не добровольно, а по воле покорившего. То есть, пришел дьявол и сделал свою грязную работу. Но это его задача, он для этого и пришел сюда. И вы знаете, что интересно? В книге Маковейской, в первых строках самой книги, даже про дьявола написано, что это он тоже был там причастен ко всему этому, я не буду сейчас считать, найдете. Прямо в первых буквально стихах там написано, что там сам дьявол пришел и начал чего-то делать плохое в отношении Израиля. Но наша задача, как написано здесь, принося жертву, мы должны приносить жертву с веселья. И вы знаете, очень интересно, что книга Маковейская переведена с греческого языка. А в греческом языке нету слова «привет». Здесь слово «радоваться». Хайры. Может быть, от слова произошло английское слово «хай». Не знаю, не берусь утверждать. Но хайры. И все маковейские книги, которые перечисляют письма царей к царям, вождей к царям, царей к вождям, начинаются с того. Всем иудеям, живущим в иудее, радоваться. Да, то есть они в смысле «привет», да, типа «привет», а на самом деле они говорят «радоваться», «радуйтесь». И Писание нам тоже говорит «радуйтесь» в послании филиппийцам, «радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю вам что? «Радуйтесь». Потому что Бог хочет, чтобы мы с радостью приходили к Нему. И, кстати, если мы с вами читаем 28 главу Второзакония, одно из проклятий там звучит так, что «наведу на тебя того, кто будет держать тебя под гермом». Почему? Потому что не служил с радостью при изобилии всего. И, казалось бы, какое может быть изобилие, если у нас мерзость запустения? Но обратите внимание, что для того, чтобы Бог присутствовал где-то, совсем не обязательно праздничное убранство. Оно появилось потом, потому что его все унесли, ничего там не было. Но Бог приходит там, где мы жертвуем. Если мы приносим жертву, то есть в жертву свои обиды приносим, приносим в жертву свои привычки, приносим в жертву то, к чему мы привыкли, но мы не понимаем, что это не то, чего от нас хочет Бог. Бог от нас хочет другого совсем, он хочет, чтобы мы это отдали Ему. Но что мы можем отдать в жертву? Отдать в жертву деньги? Ну окей, деньги, вы знаете, можно заработать еще. Сегодня больше зарабатываем, завтра еще больше зарабатываем. Это не та жертва, которую Бог хочет. И, кстати, по поводу этого есть очень много мест Писания. Бог хочет, чтобы мы принесли в жертву свое сердце. Но только не в смысле вырвать его и положить на алтарь, а в смысле дать ему там навести порядок. То есть отказаться от старых привычек. И вот даже здесь жертвенник был старый, но мы не знаем, как его использовали. Он осквернен. Его переложили в приличное место, чтобы построить новый и продолжать приносить жертвы, какие угодные Богу. И поэтому, когда мы приходим вот в этот момент, когда у нас все разрушено, все плохо, за что мы держимся? Помните, Иисус говорил, там, где богатство ваше, там и сердце ваше. Не прикипайте к своему богатству. Когда мы приходим вот к этому пониманию, что все. А посмотрите, как бы евреи там жили, в общем-то, припеваючи во время Антиоха. Те, кто пошли за язычниками, те, кто приняли их образ жизни, они жили очень классно на самом деле. У них все было, их не трогали, их даже там материально поощряли. Антиох материально поощрял тех, кто ел свиней, тех, кто не обрезывал своих детей, тех, кто не соблюдал закон, тех, кто не ходили в храм. Он это все поощрял финансово. И теперь люди, привыкшие к этому, привыкшие, они должны были понять, что им теперь это все нужно отдать в жертву. Они больше не смогут получать финансовую поддержку от Антиоха, если придут, и, возможно, на них будут гонения. Возможно, их начнут убивать, потому что там написано так же, что те, кто пошли исполнять заповеди и закон, их начали убивать. Но знаете, как говорится, лучше день в доме твоем, чем тысячи лет во дворах бесчестия. И они это помнили. И они помнили, те, кто пришли к Богу, они это вспомнили. Они отдали на жертвенник то, с чем им было хорошо, ради того, чтобы убедиться в невидимом. Помните, вера есть осуществление ожидаемого. И уверенность в чем? В невидимом. Потому что из невидимого написано, появилось видимое. И да, у язычников все просто. Вот он идол, вот он жертвенник, принеси жертву, и идол ее примет. У нас не так. У нас не так. Мы приносим жертву невидимому Богу. Павел пишет в послании своих, он говорит, тяжело служить невидимому Богу. Ну тяжело. Но все понимают, что он есть. И Писание говорит, ищущим его воздает. А евреи точно знали, как Бог воздает. Они прекрасно знали, как Бог воздает. И они пошли его искать. И они его искали. Напоминаю, события, которые происходили тогда, во времена Маковеев, это событие примерно 140-го, где-то плюс-минус 150-х годов до нашей эры. Это вот-вот-вот и придет Иисус. Вот-вот. Это греки ассирийские, которые пришли завоевать эту землю, пришли разрушить в очередной раз храм. Но мы же знаем, что такое уже было. Евреи ничего не понимают. За что им это? Что они такого натворили? Но Бог, вот, кстати сказать, в Маковейской книге, Бог очень четко открывает нам, почему это произошло с евреями. Потому что они соблазнились на языческое. Не то, что там они сказали, вау, мы будем поклоняться идолам. Нет, они ходили все еще в храм, все еще приносили жертвы. Но там написано, что они соблазнились на языческое. Их больше заинтересовало языческое, чем Божье, которое было здесь. И Бог показал им, что такое языческое. Помните, я, по-моему, говорил, это в прошлый раз или на домашке, есть такой, один из мудрецов, не люблю цитировать Талмуд, но тем не менее. Это одна из, я не помню точно, где это было написано, в Талмуде или нет. Сейчас вот не ловите меня на столе, я давно этим не занимаюсь, но Рав Нахман его звали. И он сказал, что когда человек сидит и думает, что у него в жизни все плохо, то Бог приходит и говорит, плохо тебе, я тебе покажу, что такое плохо. И человек видит, что на самом деле плохо. Когда человек сидит и говорит, мне хорошо, Бог говорит, хорошо тебе, ты даже не знаешь, что такое хорошо, вот я тебе сейчас покажу, что такое хорошо. И очень важно понимать, что это Бог знает, что такое хорошо, что такое плохо. Потому что он говорит, как помышления мои о вас во благо, а не во зло. И вот здесь в данном случае Бог хотел показать, что такое на самом деле плохо. Потому что им было плохо. Как же? Религия ограничивает свободу. Вам ничего не напоминает? Ограничение свободы. У язычников все можно. А у нас ограничение свободы, прав. Как это? Отсутствие толерантности. Ну тогда такого слова не знали. Но подразумевали. Бог этого не хочет. Он показал евреям, что такое плохо. Потом что произошло? Греческая империя сменилась на римскую. И у евреев вообще непонятного произошло, что происходит, почему это. Вроде осветили храм, вроде все хорошо, служение проходит. Даже Александр Яна из Хосмонеев пришел и выгнал оттуда всяких полуязычных, полуэтих самых вавилонских священников. Сказал, нет, будем по закону Моисея. Выбросил из храма все языческие атрибуты. Все стало классно. Вроде как Писание сбылось. Вот он царь, и он же священник. Но что происходит с этим человеком? Он умирает. У евреев непонимание. Что такое же? Вроде все сбывается. Вот сбывается и все. Но понимаете, в чем дело? Что когда мы хотим войти в Царство Небесное, не предлагая к этому никаких усилий, над собой. Не в смысле, что там нужно встать и войти. Нет, нужно что-то сделать с собой внутри. Тогда Бог говорит, я вам сейчас покажу, что такое плохо. Приходит Римская империя. И евреев никуда не уводят. У евреев храм. Евреи продолжают богослужение. Но они понимают, что они у себя дома, но хозяин здесь, не Бог. Им становится непонятно, что происходит. И они понимают, что должен прийти Мессия. Они понимают, что должна быть свобода. Но они не понимают, как это должно происходить. Потому что они все видели до сих пор освободителей с мечом в руке. Приходит Иисус. И вот здесь начинает осуществляться вся Библия прямо перед глазами у евреев. Но Иисус обвиняет их в том, что, фарисеев я имею в виду, в том, что они не видят Писание. Он говорит, вы смотрите в книгу, а видите что? Ну, не совсем не то, что там написано. Ну, так. Он так им говорит. И вот смотрите, что было написано в самом начале Библии. Ну, тогда это было только Тора. В самом-самом начале. С чего все началось? Вначале сотворил Бог небо и землю. То есть, есть небо, есть земля. Земля какая? Безвидная и пустая. Ну, это русский перевод. На иврите написано «эрец айта тоу ва воу». Когда начали копаться в происхождении слова «тоу ва воу», пришли к выводу, что это, знаете, как после ядерной катастрофы. Вот примерно так выглядело. Вот просто вообще никакого порядка. Хаос. Полный хаос. Вот это то, что творилось здесь, когда Антиох захватил храм. Вроде храм стоит, вот он. На горе стоит храм. Может, не разрушили? Он стоит, вот он. Но там ничего нет. Написано, что даже растения проросли там, где не должны были. Как будто в лесу. Мерзость запустения. Вот то же самое было тогда. В начале, когда Бог сотворил небо и землю. И дальше написано что? Что Бог сказал «да будет свет». Он не сказал «да будет еда», он не сказал «да будет хорошо», он сказал «да будет свет». Нужно было, чтобы свет пролился на землю. И написано «истал свет». И дальше написано, что Бог увидел, что свет хороший, разделил день от ночи, и день назвал днем, и ночь назвал ночью. Почему Бог сначала создал свет? Что он не видел, что там происходило? Он же вездесущий, у него глаза на каждом месте. Зачем ему свет? Потому что у Бога далеко идущие планы. Он уже, когда создавал небо и землю, он видел животных, которые ходят по земле. Он видел людей, которые размножаются и ухаживают за этой землей. И он видел также и дьявола, сатану, который спал с небес на землю, и здесь творил дела тьмы. И даже деревья без света не могут существовать. Им нужен фотосинтез, им нужен свет. Для русских особенно это понятно. Свет на греческом «фос», а темнота на греческом «скотия». Прямо нехорошее слово такое, прям «скотия». Прямо какая-то «скотия» вокруг. Нехорошее слово. Все хотят фос. И начинаем мы с вами Новый Завет. Вот приходит Новый Завет. Не знаем мы, какой Евангелие было написано раньше. Все утверждают, что Евангелие относительно. Допустим. Но это не значит, что одно Евангелие важнее, другое неважное. И мы сможем с вами с четырех сторон посмотреть на одно и то же. И вот в Евангелии от Иоанна прямо так и написано. С 6 по 9 стихи 1 главы. «Был человек, постанный от Бога, имя ему Иоанн». Ну, имеется в виду Иоанн Креститель, мы знаем, да? «Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете». Используется то же самое слово «фос», свет. «Дабы все уверовали через Него». То есть, смотрите, мы с вами возьмем, давайте, 18-й Псалом. Те, кто читает на иврите, он 19-й, на английском тоже. Там написано «День, дню передает речь, и небеса проповедуют славу Божью». Что это такое, как не общее откровение Бога, и как его увидеть, как не при свете? Люди перестали видеть откровение Божие. Вот тогда, во времена, когда все было плохо, они перестали видеть откровение, и должен был появиться свет, в котором Бог явится заново. Люди должны обратить на Него внимание. И дальше написано про Иоанна. «Он сам не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете». Что значит «свидетельствовать»? Что это значит «свидетельствовать»? Он ведь пришел в духе Илии. Помните, чем заканчивается Ветхий Завет? Да? Он придет в духе Илии и обратит сердца сыновей к отцам и так далее. Илия был наверху. Живьем. Живым. Он туда живым человеком был забран. Он видел свет, и Он пришел в духе свидетельствовать о нем. Он говорит, есть свет. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир», написано. О ком идет речь? Об Иисусе Христе. Он пришел, чтобы просветить каждого человека. И дальше мы читаем в Евангелии от Матфея, скажем, есть еще другие места, но в Евангелии от Матфея написано так, 5 глава 14 стиха. «Вы», Он говорит, Иисус учит своих учеников, «Вы свет миру». «Вы свет миру». Не может быть скрыт город, на вершине горы расположенный. Не может. Что значит «на вершине горы»? Тогда, в те времена, когда учителя проповедовали своим ученикам, они должны были, во-первых, рассказывать им то, что они могут представить. Кстати, это потом перекочевало в церковную традицию иконописи. Проще нарисовать, чем прочитать. И он рассказывал о городах, которых невозможно было захватить. Города, господствующие города на разных местах, они все находились на вершине горы. Потому что нельзя было скрыть. И дальше он говорит, что когда зажигают светильник, то не под сосуд его ставят, но на подставку, и он светит всем в доме. То есть, смотрите, один человек зажигает светильник, а светит он всем в доме. И цель зажжения этого светильника в чем? В том, чтобы просто зажечь? Или все-таки в том, чтобы прогнать тьму, чтобы что-то видеть? И светильник имеется в виду, что это не один какой-то там, какая-то лампочка, выходящая из какого-то там электрического стола. Тогда таких не было. Светильники были керамические такие, ну, глиняные. Через масло подсолни, как оно, оливковое тогда освещалось все. И нужно было поставить много таких светильников, чтобы в доме стало светло. Потому что если поставить один светильник, то светло будет рядом с этим светильником. А нужно было освещать весь дом. И он говорит, поэтому он сказал, вы свет миру. Если бы ему нужно было только одного человека послать в мир, он бы сказал, ты свет миру. Но он к нам ко всем обратился. Сначала к 12 апостолам, потом ко всем нам через Евангелие. Говорит, вы свет миру. И дальше он наставляет. Он говорит, пусть же и ваш свет людям светит. Было бы хорошо ходить с фонариком маленьким. Сейчас модно такие фонарики носить на ключах. Пришел домой, себе подсветил, дверку открыл, закрыл, опять темно. Но понимаете, в чем проблема заключается? Если мы не включим свет там, на лестнице, то когда к нам постучат в дверь, мы не увидим, кто там. Мы оставим за собой тьму, и мы не увидим, кто там. И нам придется открыть дверь. А вы готовы взять риск такой, открыть дверь, чтобы посмотреть? Нет, у нас у каждого в дверей есть глазок. Мы хотим знать, кто там. Стук в дверь, кто там? Говорит, милиция. Чего надо? Поговорить. Сколько вас? Двое. Вот и поговорите. Нам хочется знать, кто там за дверью. Иисус говорит, стоит, стою и стучу. Но там есть оговорка. Он говорит, кто услышит голос мой и отговорит, с тем буду вечерить. Умеем ли мы слушать голос Иисуса? Если мы не являемся светом, если наша жизнь полностью разрушена, если наша жизнь не является собой свет миру, как мы можем слышать голос Иисуса? Это то, что Бог хочет, чтобы мы принесли в жертву. Мы должны пожертвовать своим временем, своими усилиями научиться слушать Божий голос. Напоминаю вам, что когда Адам и Ева были в Эдемском саду, они ходили, и с ними Бог прогуливался в прохладе дня. В духе, там написано. Италех беруахайом. В духе дня он прогуливался. Бог, который все во всем, которого даже никто увидеть не может, не может прогуливаться рядом с человеком. Согласитесь со мной? Ну согласитесь или нет? То есть там прогуливался кто-то по образу чьему был создан человек. И они его знали. Они знали его голос. И когда он пришел еще раз после грехопадения, они услышали его голос и спрятались. То есть первый человек, созданный Богом, слышал голос Божий. И это одно из тех вещей, которые Бог хочет, чтобы мы научились делать снова. Слышать голос Божий. Чтобы мы обновили свой храм, мы начали приносить в жертву там, с радостью. Вот вы сейчас пожертвовали тем, что ушли из дома. Может быть, кому-то нужно было еду приготовить. Может быть, кому-то нужно было детей уложить. Может быть, кому-то нужно было просто поспать после рабочего дня. Но вы пожертвовали. И поверьте мне, Бог эту жертву принимает. Вы сделали что-то, что другие люди сейчас сделать не готовы. Поэтому в их жизни мерзость запустения. Нет, есть люди, которые не могут прийти физически в церковь. Бывает такое. Но поверьте мне, они потом смотрят записи, они смотрят прямые эфиры. Они ищут Бога. То есть, тому, кто ищет Бога, он воздает. Но есть люди, которые пока еще не ищут Бога. И не потому, что они глупые люди. Они не понимают. И чтобы начать искать, знаете, как в том, опять же, неканонической притче, такая есть, говорит, ты, что тут под фонарем ползаешь? Он говорит, ключи ищу. Говорит, а где ты их потерял? Он говорит, вон там. Так а что ты тут-то ищешь? Он говорит, тут светлее. У нас, понимаете, в жизни происходят те же самые вещи. Люди ищут Бога там, где его нет. Невозможно найти что-нибудь там, где его нет. Бог, написано, ходит во свете. И нас призывает ходить во свете, как и Он, чтобы мы имели общение с друг другом. Но написано, что многие не возлюбили света, возлюбили тьму, ибо их дела злые. Наша задача – светить. Потому что мы не можем заставить человека делать добрые дела. Мы можем принести свет там, где есть зло, и любое зло рассеется, потому что не может быть никакого зла во свете, потому что при свете открываются, написано, злые дела их. И тогда у человека внутри есть то самое, что ему Бог заложил, называется это совесть. И она ему говорит, ты неправильно делаешь. Но он может это увидеть только во свете. И Бог сказал нам, что мы свет миру. Мы как этот светильник, этот шамаш. Без него это не зажжется. Нет, можно спичкой, конечно, поднести. Но здесь не зря такой обряд сделали. Нужно самому сначала сгореть, а потом других поджечь. И тем самым осветить. Сейчас здесь светло, но если мы погасим свет и зажжем с вами всю Ханукию, здесь будет светло. А зажжем один шамаш, светло будет только мне. Меня, ну как и вас, Бог призывает идти и светить. И даже незабвенный Владимир Владимирович Маяковский, кажется, светить всегда, светить везде, до дней последних донца, светить и никаких гвоздей. Вот лозунг мой и солнце. Не библейская, конечно, притча, ну и Ханука у нас не библейский праздник. Хотя, Иисус проповедовал на праздник обновления, на праздник обновления, почему-то у меня не сохранилось место писания. Ладно, не важно. По-моему, это Евангелие от Марка. Не важно, смысл не в этом. Иисус проповедовал написано, в тот день был праздник обновления в Иерусалиме, и он ходил в храме, в придворе Соломоново. Какие вопросы ему задавали? Ему задавали вопросы, ты вообще кто? Они уже, ну, приходит человек, который, ну, реально воздействует на окружающую среду так, что атмосфера меняется. И они к нему приходят и говорят, ну, ты кто? Если ты Христос, в смысле, мессия, если тот самый, которого Бог, он только скажи прямо. То есть, они ему говорят, скажи прямо, он им говорит прямо, а не говорят, ты богохуристуешь. Ну, евреи, что поделать? В одном вопросе два еврея имеют три нескольких мнений. А он им говорит, ну, если Писание говорит обо мне, то кто я? И они берут камни и говорят, хотели побить его камнями, он говорит, за что вы побиваете меня камнями? За то, что я вам добрых дел здесь много сделал? Он говорит, нет, мы не за добрые дела тебя камнями побиваем. А за то, что богохуристуешь, он говорит, ну, как же я богохуристу, если Бог вам сказал, что вы боги, а меня помазал, что я пришел, вам светил, и меня обвиняете в богохуристе, что произошло в этот момент? Они побили его камнями? Нет, они ушли. Они поняли, что они делают что-то плохое. Они не поняли, что они делают плохо, но они больше не смогли делать то, что задумали. И это было, кстати, не первый раз. Он уже обличил в храме там этих, которые привели женщину для победия камнями. Они написаны, будучи обличаемы, совестью оставили это место. Иногда наша жизнь, нам кажется, что она во тьме. Она во тьме. Но что происходит, когда нам темно? Вот происходит, знаете, это вот, на иврите называется «Авсакат хашмаль». Отключение электричества. Что вы в первую очередь делаете? Пробки проверяете. Чтобы проверить пробки, нужно, чтобы видеть, что вы проверяете. То есть, можно пальцы так засунуть, чтобы без ничего остаться вообще. В первую очередь, что мы делаем, когда есть свечка, фонарик, источник света? Когда в нашей жизни наступает проблема, наш шамаш – это Иисус Христос. Мы должны искать свет. Этот свет, который придет в нашу жизнь, зажжет фитиль и в нашем сердце. Потому что написано «Иисус внутри нас есть». Он есть внутри нас. Он должен зажечь нас. Мы должны начать стать источником света, чтобы хотя бы что-то увидеть для себя, для начала. Сначала для себя. Вот шамаш зажигаем, он сначала вокруг себя светит. А потом зажечь еще кого-то, еще кого-то, пройтись по комнате, зажечь еще свечку, еще свечку, потом добраться до пробок, включить раз, и будет свет. Если мы поставим светильник нашего сердца на видное место, на видное, то люди, находящиеся вокруг нас, начнут замечать, что с нами происходят сверхъестественные вещи. мы как Иисус Христос, не потому что мы такие, а потому что Он в нас начнем менять атмосферу. у нас было замечательное свидетельство на домашней группе. Люди, не мы, не мы, святые, освященные, светящиеся. Нет, люди, мирские, посвидетельствовали, слушай, ты, приходишь, и как будто бы Бог с тобой вместе приходит. Знаете, я знаю еще одного человека, как минимум, который приходил так же, Иосиф. у него не было удостоверения носителя Бога или там кого-то еще, на груди прямо. Но когда он приходил, и фараон сказал ему, мы знаем, мы видим, видим, не чувствуем, не осознаем, не приходим к выводу, мы видим, что с тобой Бог. Потому что он был у него здесь внутри. Свет призван для того, чтобы изгнать тьму. Для этого Бог в первую очередь создал свет. Сначала он создал мир, а потом свет. И он даже сделал так, что есть ночной свет, когда тьма все равно есть свет. И когда сгущается зло, мы говорим, тучи сгустились над его головой. Что делают тучи? Они перекрывают ночной свет. Там есть луна, которая отражает солнце. В лунную ночь, если лунная полнолуния, видно как днем. Ну реально. Ну чуть похуже, конечно, фотоаппарат плохо снимает. Но видно как днем. Вы не ошибетесь в пути, потому что Бог все предусмотрел, даже когда тьма, чтобы мы не приткнулись. Он поставил нам светильник днем и светильник ночью. Я не говорю, что тучи не от Бога, что они пришли там с дьявольскими планами. Нет, просто человек так ассоциирует. Бывает такое? Знаете, тоже можно всякую там выдумать теорию. Я знаю таких, которые выдумывают. Так вот, свет не может участвовать в бесплодных делах тьмы. Почему Павел говорит, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Что значит обличайте? Вот на английском языке это звучит как фейсит. Ну, на простом английском. Фейсит. Посмотрите на себя в зеркало. Что вы увидите в зеркале в темноте? Почему ничего? Потому что оно не передает изображение, а отражает его. А отражается у нас только что? Свет. Тьма не отражается. Ни одно дерево не будет расти, если его загородить от солнца. А человек без света тоже жить не может. Классический пример, везде о нем говорят. Рыба, вынутая из воды, умирает. Растение, выдернутое из земли, засыхает. Человек, выдернутый из Бога, умирает. И классное продолжение у этого, может быть, вы не все слышали. Вода без рыбы останется водой. Земля без дерева останется землей. Бог без человека останется Богом. А вот человек без Бога ничего из себя не представляет. Ничего. Поэтому мы должны молиться каждый день не только о мудрости. Мы должны молиться каждый день не только о том, чтобы Бог сопровождал нас, защищал нас. Мы должны молиться каждый день, чтобы мы действительно светились этим светом, который внутри нас есть. Не заглушали его, не боялись его. Невозможно бояться светом, что в свете есть Бог. Бог – это не Бог страха, но Бог любви. силой убийцы Ла Мудрия написано. Такой дух у него. И мы не можем участвовать в бесплодных делах тьмы, потому что там, где есть тьма, там нет плода. А Иисус говорит, идите и принесите много плода. Много плода. А плод, посадите в виноградник, в темное место, будет он плодоносить? Не будет. Вырастет он, чуть вырастет, конечно, у него генетический материал такой, но он до какого-то уровня прорастет. И все. А дальше нужен свет. Свет. И мы с вами сегодня делаем очень важную вещь. Мы с вами ходим во свете и имеем общение друг с другом. И Иисус, поймите, он для этого пришел и для этого умер за каждого из нас. Если сейчас в твоей жизни ты видишь мерзость запустения, в твоей жизни происходят необъяснимые тебе вещи, тебе темно, тебе непонятно, что будет дальше, ты живешь сегодняшним днем, потому что, не потому что ты стоишь на горной проповеди, что каждому дню достаточно своих заводов, потому что ты просто боишься завтра у тебя погас свет. Но есть хорошая новость. Иисус это тот светильник, который способен разжечь невероятных размеров, прожектов, который будет не только тебе все освещать, но и все вокруг. И люди увидят, что с тобой Бог. И тогда будет, как написано у пророков, возьмутся за полу одного иудея и скажут, мы пойдем с вами, потому что с вами Бог. Еще одна хорошая новость, что в спасении нету ни иудеев, ни еленов, ни раба, ни свободного, ни мужчин, ни женщин. Все спасены по благодати. И мы с вами тоже. Теперь нам нужно это принять, понять, принести в жертву все свои соблазны. Все, чем мы жили до этого, все, что мешало нам видеть, все, что нас заставляло, тучи, принести в жертву, чтобы Бог даже ночью светил нам. И это слово должно быть светильником для нашей ноги. Днем светильник не нужен, он нужен ночью, когда темно, нужно читать. Аминь. Давайте за это будем молиться. Аллилуйя, Отец Небесный, мы благодарим Тебя за это обновление, которое Ты совершил в храме когда-то, когда было все непонятно, была мерзость запустения, Господь. Ты совершил это обновление через людей, тем самым подтвердив и провозгласив в более позднее время, что Ты создаешь и хотение, и делание, Господь. Благодарим Тебя за то, что Ты обновил нас в Иисусе Христе, за то, что мы сегодня новое творение в Иисусе Христе, за то, что мы, Господь, обновились через воду и дух, за то, что мы сегодня имеем одно с Твоим Сыном, Отец Небесный, и что Ты уподобил нас Ему, потому что Ты нас оправдал, призвал и прославил, Господь. Мы просим Тебя, чтобы Ты дал нам достаточно сил, Господь, достаточно мудрости, чтобы мы показали свет, который Ты посеял в нас 2000 лет назад на Голгофе, другим людям, чтобы мы стали светить не только себе, Господь, но и всем, кто находится вокруг нас, потому что там, где есть свет, там Ты, а там, где Ты, там нет ни смерти, ни болезни, там будет полное успокоение, Господь. И мы просим Тебя об этом, чтобы именно сейчас, в этот праздник Хануки, Ты действительно явил это чудо, о котором мы говорим, чтобы все узрели на Иисуса Христа, потому что так написано, возряд на Меня, которого пронзили, Господь. Мы не знаем о временах и сроках, потому что Ты, Господь, о них решаешь, но мы видим каждый день, как Иисус приходит, как Иисус стучится в наши сердца и через нас хочет говорить другим людям, дай нам быть этим светом, Господь. Освети нас, Господь. Освети нас так, чтобы мы были действительно отражением того света, который Иисус принес в этот мир. И пусть Его слава идет впереди нас, а мы будем просто пожинать плоды Его славы, Господь, но не свои. И пусть Твое имя будет превознесено, Господь, прославлено во всех веках и во всех народах до края земли, а мы будем Тебе в этом свидетели. Во имя Иисуса Христа я произглашаю сейчас имя Иисуса на каждого из вас, потому что так заповедал Бог делать в пустыне. И Он сказал, что на каждом будет имя Его, и они будут благословлены. И варихиха адонай ваишмиреха, и иса адонай панавелеха, я эра адонай панавелеха ваихунеха, ваясэм леха шалом, ваше имя Иисуса Масхиах, Мелых Амелакхим, Эдон Эдоним, леолам ваед. Амин. Аллилуйя. Слава Господо. И Саббат Салом. Салом. Продолжение следует...